Мост Маргариты был построен в 1871-1872 годах французским архитектором Эстом Гвеном в результате объединения двух самостоятельных городов Будды, Пешта и Обуды. И слева, тоже угловое здание белого цвета, тут находится здание премьер-министра Венгерской Республики. Вы видите церковь неоготическую, построенную в 19 веке архитектором венгерским Шаму Пензен. И с правой стороны, наверху вы уже видите рыбацкий бастион, семь башен и церковь короля Матюша. Рыбацкий бастион является просто украшением города, был построен в начале 19 века. И почему назывался рыбацкий бастион, когда эту территорию защищали рыбаки, жили рыбаки и после этого дали название рыбацкий бастион. Церковь Матюша была построена еще в 12 веке, королем был им четвертым. Тут короновали трех королей. Следующие перестройки королевского дворца были при Марии Терезии, слева и спала. Теперь на данный момент королевский дворец. В центре находится Национальная картинная галерея. В левой части находится музей средневекового дворца. И справа находится библиотека имени Сочини. И королевский дворец внешне выглядит как выглядел когда-то раньше. Внутри уже полностью оборудованы все современно. И налево тоже очень красивая набережная. Вы видите известные гостиницы Интерконтинентал Сопитео. Номера, в которых выходят все на Дуна. И с этого места, когда было восстание родительников, И епископа Белевка заколотили в Учку. И устроили на вас это место. Вот справа с коронавирусом памяти. В дригу Дуна. Он будет лучше видеть, он будет черном копею. Мы сейчас находимся в Татьяне Беннадий Геннер. Это, пожалуйста, один из самых известных холлов в Будапеште. Это был холл, который был в начале 20 века. И это был холл укошен из холлеров, артистов. Субтитры создавал DimaTorzok